всем привет дорогие друзья рада вас приветствовать на канале мари арт живопись масло сегодня мы пишем красивую такую картину пейзаж горы озеро лесок холстик у меня 30 на 30 маслом будем писать то есть подойдет любой формат квадратный можно слегка вытянуть и то есть сделать да вот этот вот желтую полянку леса там чуть-чуть в края то есть не страшно дофантазировать немножко продлить как бы можно все это дело подписывайтесь на канал если не подписаны включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео мы начинаем разбавитель white spirit без запаха как обычно кисть возьму вот такую вот плоскую щетинку квадратнику охрочкой слегка поделю холстик пополам по горизонтали по вертикали и намечаю чуть выше у меня будет линия горизонта то есть холмик да я наметила немножко намечу гору на дальнем плане и покажу грани где у меня будет свет светлая сторона освещена до солнцем горы и теневая там не дает чуть чуть ближе к нам такой холмик но он тоже будет часть его будет на свету а часть будет в тени видимо знаете как вот такой эффект . когда падает тень от нее на холм вот на переднем плане там лесок значит берег намечаем вот таким вот горизонтально ступенчато то есть никаких закругленных моментов то есть вот такой кардиограмм кайна не тело волнистая линия и намечу где у нас елки одни подальше другие чуть поближе к нам да в общем получается такая за елками кусочек холмика видно и там на дальнем плане чуть-чуть гор тоже будет видно и здесь вот в углу у нас цветы беленький голубой чтобы желтые охру не заносить туда в небо я этим цветом намечу контуры где у меня будут облака и делаю цвет теперь голубая фацис белилками с индиго индиго добавляем немножко чтобы голубой не был такой чистый прям до голубенький а был более такой посложнее закрываем таким вот довольно таки темным цветом те участки где у нас нет облаков такими вот смелыми мазочками втирающими видите разнообразные наношу где-то даже слегка зачерпываю чистой голубой фц и добавляю таких более темных моментов то есть делаю его вот взяла белилки втерла то есть чтобы интересный такой вот небо было неоднородно закрашена а более сложное и интересное даже немножко в нашу вот этот оттенок голубоватый красненького такой оттенки в небе присутствуют фиолетоватые да и вот облачка я набираю уже белилки более пастозно на кисточку и прям наношу и такими вот круговыми коротенькими маленькими круговыми движениями я начинаю вот эти вот барашки облаков накручивать что касаемо облаков да какие вот правила нужно чтобы они все-таки были по разнообразнее поинтереснее чтоб не было знаете каких-то прям одинаково одинаковых барашков облаков то есть накручиваем их поинтереснее по разнообразнее вот здесь более таки диагональные облачка к верху добавляю но когда наметила да это большие массы облаков где-то от них могут отрываться какие-то более маленькие коротенькие облачка да то есть когда вот основа будет нанесена можно уже добавить интересности вот этих вот каких-то маленьких то есть кисточкой тут уже когда маленькие писать будете то есть не обязательно уже такой сильно пастозную до краску наносить а то есть тем что уже на кисточке осталось нужно этим светлым цветиком где-то помигать вот взяла такой грязно-фиолетовый тоже где-нибудь в облачка как теневых то добавить то есть ну как бы не переусердствовать тоже светлый должен же остаться но кое-где для такой вот сложности можно добавить вот я добавляю коротеньких нити совсем чуть-чуть немножко красный на вмешивая вот в этот голубой с индиго такой получается темно-темно-фиолетовый оттенок там белилки присутствую дамы мы все равно делаем потемнее фиолетово-голубая фукса красный индиго и это будет у нас теневая часть горы наносим гору такими вот ломаными линиями мазочки склоны все эти показываем по направлению склоном если у нас где-то как вот спадает до склон то есть спуске его в ту сторону то есть и мазочек до наносим белилки охра немножко красненького коричневенького чтобы не сильно желтый был охра желтит до такой нам нужен песочная но более спокойно коричневенько успокаивает красный и это освещенная часть гордин если смешивается теневая это даже хорошо в горе у нас же не только свет и тень у нас там и полусвет и полутень то есть какие-то участки сюда же добавляю в этот замес больше белил макушечка там может снег лежать до на вершине где-то вот совсем прямо уголочком кисточки какие-то мазочки наношу более светлые еще белилок добавляю здесь немножко снежочка добавлю то есть вот эти вот моменты которые уже более освещенные снега и тебя их можно уже пастозно выкладывать помним про то что у нас свет любит пастозность а тень не любит и кисточку не давлю то есть очень очень легкие касания дальше продолжение кусочек там вот горы битин да наметила тему и справа во края гора на дальнем плане сначала вот таким вот светлым цветом да я закрашиваю границу с небом я прошла растушевала да и вот теперь темных не пастозно очень-очень тонков и втирающим движениями втерла какие-то там намеки теневые добавила желтенького какой-то там легкий-легкий свет зеленая фацет чуть-чуть добавила прям видите вообще нюансы там зеленая фацена общение дреная да но мы добавляем ее капельку-капельку так вот лишь бы изменить оттенок охра красного так коричневый сделал кусочек склона там за елочками видим и вот освещенный склон охра красненького туда белилки с лимонкой то есть светлые оттенки я уже более вот пастозно наношу белилки сюда в охру красненького еще таких оттенков теневых добавлю беру чистый коричневые но немножко прям самую самую малость так порябила где-то коричневым желтенького до оранжеваты делаем желтый средний с красной таких оттенков то есть добиваемся чтобы у нас склон этот был такой вот яркий солнечно освещенный солнышком но не как сказать не однородный он должен быть то есть и теневые там тоже как видите до коричневому добавляли присутствует и также светлые участки и вот где . попала кусочек это этот же склон только вот там теневая к низу более темный оттеночек это голубая пицца там зеленая пицца с индиго вот чуть выше добавила в этот же оттенок немножечко белилок вот порябила я чуть-чуть такими вот зеленоватыми оттеночками как бы тоже показала какое-то там движение и границу там где с освещенной частью я немножко прошла как бы растушевал сейчас я вот добавляю просто склоны на теневые части на горе видите против шерсти уголочком подергивая кисточкой то есть создаем какие-то такие вот как они расщелины да вот эти вот лимон очка вот здесь вот немножечко немножечко так вот по прихлопывала показала какое-то движение более оранжеватого кисть лежит плоско наношу более ярких мазочки чтобы прям солнечно-солнечно было лимонка с пленками и вот здесь кусочек из-за елочек будет небольшая такая полянка верно беру лимон очку и там кисточка была в голубой фс доведите такой зеленоватый оттенок получается в разбавитель окунула голубой еще больше стал выходить такую зеленый оттенок получился индиго зеленой фц вертикальными мазочками коротенькими заполняем лесок ну то есть теневую этого лесочка на большом количестве разбавителя то есть слой тоненький-тоненький чтобы потом на какие-то светлые моменты прокладывать и краска вот эта пастозная в первом до слоя она нам не мешала для этого мы делаем всегда первый слой очень-очень тонким максимально тонкий что можно очерчиваем индиго с коричневым бережочек то есть высота этого бея туда пока вот так горизонтально но смотрите очерчиваем тоже те выступы которые я сделала как бы у меня в озеро до уходят такие зеленые то есть там подразумевается что ну какая какой-то участок до вышел и перед этого участка то что ближе к нам мы видим высоту берега а за ним соответственно не видим то есть не все полностью по кругу мы обходим вот этой теневой здесь таким же цветом индиго зеленью вот такие каляки-маляки на ставили это будет теневая под наши цветы желтый с красным желтый средний наносим по форме склона нашу вот эту вот что-то возможно какие-то пшеничные поля цветы в общем склон заполняем таким цветом где-то смешивается желтый с зеленым вот лимон куда наносим ближе к цветам берем более охристые оттенки так как нам нужно чтобы цветы у нас смотрелись ярко они у нас розовенькие если мы туда яркий желтенький положим ярко цветы у нас смотреться не будем помним про контрасты до которые вам показывала в парке видео снимала то есть вот здесь я видите прям жиденько жиденько на нет нанесла краску и стерла ее салфеткой у меня там в принципе просто испачканных холст для того чтобы вот эти просветы между елочек которые чтобы они у меня не белый холстом было просто какой-то вот поближе показываю вам вот такими вот прихлопывающими движениями стволы наметила до начеркала и вправо-влево от не создаю елочки ставлю макушечку и потом кисть горизонтальная и вот вправо-влево такими вот пришмякивающими движениями создаем вот эти елочки тем же самым образом заполняем дальше то есть они у нас получается в середине более высокие дай краям как бы спускаются более такие вот пониже но не не прям равномерно что делаете что по центру одна высокая да и пошли они как в школе по росту строятся то есть все равно они вот какая-то выше какая-то ниже детей но постепенно постепенно как бы общее пятно такое вот что по центру они выше от краям ниже и те которые ближе к нам а также обратите внимание что внизу цвет у нас прям такой довольно таки плотный там индиго если повыше там между елочек где-то мы можем видеть просветы неба то внизу у нас все плотненько и также вот здесь впереди которые они большие такая группка елочек тоже под них я там кое-где до голубоватый оттенок спустила охристы то есть ну вот эти склон там как бы сквозь них просвечиваются вот этот замес наш голубой туда еще светленького добавила зелененького на разбавитель тонким слоем обязательно вертикальными мазочками это очень-очень обязательно наносим отражение то есть от елочек да но не каждую елочку естественно прописываем там макушечку а так вот не приблизительно где у нас там повыше елочки там отражение по длине и где покороче там соответственно покороче вот этот лесок тоже заполняем слева края у нас отражение будет по длине и да и дальше уходит уже чем правее тем покороче дальше у нас следует охристый оттеночек то есть это отражение вот того освещенного склона но не чисто охриста до такой с примесью голубова кисть протираем и стык на стык вот этого охристого и темного коротенькими движениями не надо сильно размажется чтобы темный оттенок не забилить то есть сделали такой вот переход дальше пилилки с голубой fc тоже в кисточке там другие оттенки подмешиваются вот такую вот полосу такого светлого оттенка наносим тоже следим за вертикали и опять кисть протираем постоянно протираем и сухенькой как-то сам стык вот это вот то бежевую голубой до перемешиваем чтобы что-то типа плавных переходов получилось беру еще белилки голубой фц немножко зеленые фц такие чтобы она стал немного бирюзовый скажем так то есть не голубой а такой бирюзовый и наносим его следующий вертикаль помним про вертикаль здесь вот тонким слоем как вот я обычно говорю да не красим забор а здесь вот красить забор вот такими вот носочками внизу вот здесь немножечко более светлых опять-таки сухой кисточкой постоянно протираем растушевала также вот эти кусочки и ниже это у нас как по отражение вот того неба которое нас темно-синее да не облака потому что вода у нас озеро да это по сути зеркало то есть в нем все отражается то есть соответственно зеркаль то есть мы наметили вот эти вот лес бирюзовый голубоватые это облака так как светлое небо и темные темный это голубая фц с индиго это у нас в темное небо оставили пока в покое наше озеро и сейчас более постовно я вот белилки с лимонкой прорисовываю но нет не перекрываю полностью предыдущие слои но где-то добавляю более постов на более поярче вот лимонка с голубой фц еще больше замешала вот здесь вот как бы кисточку коротенькими подергивающими мазочками против шерсти так сказать да на краю вот этого бережочка я показываю траги сильно не давлю где-то работаю даже вот она на озеро на темный фон этого озеро да я выкидываю примут маленькие такие вот травиночки всегда вот что хотела сказать не важно там мой мастер-класс вы смотрите либо еще чей-то не все это говорят обращайте внимание как художник держит кисточку в каких направлениях он ее двигает это иногда очень очень важно вот легким легким движением я вот набираю красочку ведь и вот довольно таки такой сгусточек пастозный и легонечко легонечко я вот эту вот краску сбрасываю на холст чтобы такие пастозные мазочки вот этих травинок оставались если заканчивается красочка вы это поймете вы увидите во первых не будет такой яркости да во вторых она начнет смешиваться с предыдущим слоем то есть кисть протерли и набираем уже свежий как свежие красочки очень обязательное условие постоянно протирать кисть иначе будет кисть подмешивает до другие оттенки если вам нужно нанести какой-то более чистый светлый оттенок то есть этого может не получиться из-за грязной кисточки вот добавляя более желтых опять-таки вот охлестых то есть уже более пастозно наношу чтобы интересность вот этому лужочку красный с коричневым также каких-то немножечко немножечко коротких мазочков поставлю теневых порябила немножко и вот этот край тоже добавлю более светлых чтобы он скучным охристом не был белилки охра голубая фц зеленая фц коричневого туда такой вот оттенок ведь я даже не знаю как этот оттенок назвать но болотный разбилины что он что-то такое этим цветом он видите не сильно яркий но на фоне темных елок он смотрится довольно таки светло то есть вот этим цветом мы показываем то то же самое движение как мы елочки прорабатывали просто теневую не полностью закрывает а только как бы какие-то освещенные участки и плюс сильно не высветляем там где внизу у нас это плотно нанесенная да то есть там теневая должна остаться плюс опять-таки да такое вот хитрость если у нас там останется теневая то передние елочки у нас этим лучше читаются как бы задние елки отделяются от передних за счет того что мы не полностью забили да вот эти елки светом а где-то оставили просто нетронутая вот это вот нижняя нижний слой темного этого цвета а по краю проложила кустик мокательными такими движениями кисть синтетика беру белилки вот в этот голубенький очень очень жиденько тоненько сделала и будем сейчас наносить плечочки вот там под дальним бережочком какие-то ряд волночки совсем совсем чуть-чуть коротеньких маленьких дальше покажем немножко отступаем оставляем теневую да и начинаем двигаться ближе сюда уже к нам кисточкой тоже сильно не давите на большом количестве разбавителя жиденько так вот она получится тоненько писать разнообразные наносим вот ряд чем ближе к нам тем становится ряд у нас по крупнее да уже такая подлиннее и меняется направление течения водички то есть уже она как бы изгибается в нашу сторону то есть такой небольшой наклон до его мазочка на самом дальнем плане у нас получается совсем такие маленькие коротенькие здесь уже более витя размашистые то есть покрупнее посветлее но самые такие явные мы уже в конце положу на отражение елочек тоже заходим но сильно не перекрываем как бы должны они оставаться видны вот беру более пастозно уже беленький но скажу я вам синтетикой какие-то такие конкретные пастозные мазочки нанести очень сложно потому что она для этих задач и очень уж мягкая то есть если вы хотите выложить прям такие бортики да вот этих полночек имел мелкой этой рябе тогда надо брать еще щетинку вот я вернулась к щетинки и прорабатываю лесок на дальнем плане то есть здесь сильно вырисовывать не надо да какие-то показали макушечки ну и слегка можно высветлить каким-нибудь таким приглушенным желтым чем-то таким вот таким вот грязным цветом я наметила что-то типа камня там и примакнула чуть-чуть каким-нибудь вот что на палитре есть чего-нибудь зеленоватое то есть какая-то там растительность мог возможно на нем растет что-то буквально несколько мазочков поставила желтоохристым таким оттенком виде уже смешиваю просто там на палитре есть примакала примакала так вот изменила мазочки то есть если елочки у нас мазочки в основном такие вот смотрятся вертикальными да здесь уже более закругленные какие-то кроны и и на переднем плане посажу две елочки но они в принципе не особо-то читаются в общей массе можно в принципе их не делать а просто вот такими вот какими-то деревьями друг другого сорта до высадить и вот сухой щетинка я чуть-чуть прохожусь по нашим отражением когда вернее вот этой ряби когда она уже чуть-чуть постояла как бы успокоилась чуть-чуть растушевала беру другую щетинку просто чистую чтобы мне не было никаких других оттенков и розовый смешиваю с этим вот мариновым оттенком если я нет этого маринового он в принципе цвет у него грязно-фиолетовый что ли вот такой принципе можно заменить и просто фиолетовым нам нужно розовый сделать потемнее видите вот он там фиолетовый оттеночек и вот такими от создаю какие-то колосковые цветочки вот просто заполняю сейчас вот эти белые участки которые остались до выхожу и на желтое вот это поле ими и на где-то на воду выхожу то есть в общем у них а как бы направление такое из угла и как бы по диагональ кида они смотрят другой угол но опять таки же до повторюсь как мы и травы рисуем да не надо все примут идеально то есть общее направление у них как куда наносим разнообразного такая розовая от малевич просто розовая номер 905 и вот такая если кому интересно не мариновый от ты белла номер 50 розовый с белилками сделаем теперь уже более светлых то есть я наношу уже светлая более пастузно легкими такими касаниями чтобы такая рыхлая прям красочка оставалась на холсте добавляем этих брючочков возьму белилки с этим мариновым то есть сделаю более фиолетоватых почему бы нет не только розовый с белилами такого где-то его чистый наношу для того чтобы были вот эти рядом контрасты светлая с темным это всегда выигрышно смотрится да потому что когда рядом кучка такая где-то очень светлых цветочков они не будут ярко смотреться если рядом не будет темного цвета то есть всегда помните если вы вот смотрите ну куда же уже ярче да я там розовый уже выбелила а он на картине не смотрится ярко значит вокруг него много ярких оттенков таких же светлых возьмите добавьте рядом темных то есть если там уже довольно таки жирненько пастузно это просто можно к примеру щетинкой сухой соскрестили по мастихином да вот эти вот пастузности провожить более темных если к примеру неудобно жирно да вот очень масляно можно поступить так вот я добавляю ведь этот темные где-то между светлых и становится намного ярче вот такое вот правило хочешь ярче затем разбрасываю тут уже как бы каких-то правил где эти теневые должны быть да нет тут уже смотрите сами чтобы это было как-то интересно не одинаково так где-то вот зеленоватых этой зелени добавляю где-то чисто прям розовый беру там без белилок без фиолетового просто чистый роз получилась такая масса фиолетово-розовых оттенков где-то светлее где-то темнее ну в общем это как бы цветочки и вот уже щетинка я беру я пастозно белилки и вот ближе к нам ряд уже можно с такими вот там рыхленько так нанести по диагональ очки как бы сюда у него течение такими не особо длинными масочками и немножко также поярче чуть сделаю там вот около дальнего берега под елочками тоже может быть я какая-то около берега может быть немножко ряби горизонтально наносим и сухой кисточкой чуть-чуть протягиваю уже как бы сюда вот вовнутрь нашего озера дальние блики наносила кстати кисть там уже практически краски не было пустой кисточкой под пачками вот поближе облака елочки гора видите такими рубленными масочки не было написано вот там этот камень блечочки отражения вот такие вот рыхлые мазочки на переднем плане этим горяк это вот такая кажется из цветочков полянка это желтая вот такой пейзажик у нас получился спасибо за просмотр друзья поставьте пожалуйста лайк поддерживайте канал поделитесь этим видео с друзьями может тоже захочет подписать кто-то заинтересуется но я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи пока пока